Айтек-предприниматель из Силиконовой Долины, создатель аналитической платформы ProtectUkraineNow.org, Сергей Любарский. Сергей, мы рады вас приветствовать в эфире Лучшего радио. Здравствуйте. Да, Сергей, шалом, шалом, здравствуйте, рады вас видеть. Кроме того, Леша, ты не сказал, что у Сергея Любарского есть свой YouTube-канал. Я на него подписан, и нашим зрителям, нашим слушателям я очень советую подписаться на канал Сергея Любарского и на канал Гарри Табаха. Вот я так понимаю, Сергей, что вы совместные какие-то делаете с Гарри проекты, совместные стримы делаете с ним? Мы с ним договорились по четвергам делать обзор американской политики, так как мы два давно живущих здесь американца русскоговорящих. Мы по четвергам делаем обзор американской политики и выдаем это как стрим. Да. Давайте начнем с военной техники. Вот сегодня поступило сообщение из немецкого журнала Die Welt, что Олаф Шольц отказал Украине в поставке леопардов. И, как рассказывает журнал Die Welt, Германия не будет этого делать, пока США не начнут поставлять Украине танки. То есть Германия не хочет быть первой. А почему США до сих пор не поставили Украине танки? У вас есть какая-то версия на этот счет? Версия – это хорошее слово. Да, у меня есть версия на этот счет. Моя версия заключается в том, что администрация Байдена не хочет эскалировать этот конфликт. То есть администрация Байдена сейчас цель, как мне кажется, опять высказывает свою точку зрения. Заключается в том, что заморозить этот конфликт и заставить обе стороны сесть на стол переговоров. Соответственно, администрация Байдена боится, что поставка тяжелых вооружений, то есть американцы не поставили еще ни одной единицы тяжелых вооружений, ни одного боевой машины пехоты, ни одного танка, ни одного самолета. Это факт. Это факт, неспоримый факт. И ни одной РСЗО и ни одной самоходки. Не совсем так. РСЗО поставили 16 самоходок, ни одной не поставили, коих у нас тысячи. Ни одной самоходки не поставили. То есть, чтобы сократить цифренную часть нашей беседы, я всех попрошу прийти к нам на protectukrainenow.org, и мы с периодичностью раз в две недели выкладываем в свободное пространство все аналитические сборки о том, кто поставил в Украину по всем странам, по всем категориям оружия. Кроме этого, там же есть информационный даджест, где мы с периодичностью раз в день выкладываем все обещания, высказывания и политические события вокруг, опять же подчеркиваю, поставки оружия в Украину. Вот в чем специализируется наша платформа аналитическая. Это, в общем-то, оружие в Украину. Но, тем не менее, вот американские хаймарсы, можно сказать, остановили вторую фазу российского наступления, когда они хотели отхватить весь Юго-Восток и выйти к Приднестровью. Если 12 хаймарсов так изменили в корне всю картину боя, то, ну, если бы их было 40, то, наверное, Украина бы уже добилась очень и очень многого. И если американцы не побоялись поставить 12, то почему они не поставят 40? Они поставили не 12, они поставили 16, ну, это как бы мелкие детали. Тут есть два момента. Момент номер один, не очень важный, но его стоит вспомнить. Россияне были не готовы. У них, их толы были слишком близко к фронту. Когда их поставили, они не поняли, что их, то есть российская противовоздушная оборона не может сбивать, просто вот от слова совсем, да, сбивать американские ракеты. И украинцы американскими ракетами полностью уничтожили прифронтовую складскую тыловую службу. Россияне выучили урок, они рассредоточили свои склады, они их лучше маскируют, они их перемещают с места на место, они вывели их за 80-километровую зону. То есть даже 40 гипотетических хаймарсов такого вот профессионально, то есть поставили 16 и ого-го, а если поставим 5 раз по 16, то будет 5 раз ого-го. Нет, так не работает. То есть россияне выучили свой урок, такого удара не будет. И во-вторых, этим же наступать нельзя. Да, вы вынесете. Да, вы уничтожили связи и коммуникации. Но в конечном итоге люди должны идти вперед, и если люди не закованы в броню, их легко уничтожают средства противника. То есть пока в Украине не появятся, это четко говорит и Резников, и все украинские военачальники, пока в Украине не появится тяжелое, то есть бронированное вооружение, танки и боевые машины пехоты, с поддержкой авиации, посылать к их Первой мировой войне со штыками на голову вперед, с криками ура своих патриотов, они не хотят. То есть они не хотят устроить эту бойню украинцев. Правильно или неправильно, но так они себя ведут. В последнее время есть публикация о том, что американцы все-таки перестали бояться России, что американцы перестали скрывать свои поставки. Об этом сообщил знаменитое издание The Hill. И даже Алексей Арестович в одном из своих последних эфиров сказал, что американцы обещали предоставить Украине вот все, что им необходимо для победы под Херсоном. Весь этот wish list. А Арестович говорит, мы попросили там ого-го с запасом. Вот есть ли, на ваш взгляд, какие-то изменения здесь, какая-то тенденция к тому, что вот сейчас Америка резко увеличит поставки вооружений Украины? Ага. Тут два вопроса. Первое, вы сказали, что американцы перестали скрывать, что они поставляют. С большим удивлением, это плохой сигнал. Американцы всегда не скрывали, то есть никогда не скрывали, что они поставляют. Вот когда американцы начнут скрывать, что они поставляют, вот тогда для меня был сигнал, что они взяли свои ватсерию. Пока они демонстрируют все, что они поставляют, за редчайшим исключением, где не назвали там, не названные виды ракет, а выяснилось, что это ракеты под подавлением радиолокаторов российских... Да, да. За исключением вот этого эпизода и еще там другого эпизода, они четко говорят, что они поставляют, а в двух случаях они так немножко слукавили. То есть они сказали, что не поставили, но не назвали конкретную марку вооружения. То есть американцы всегда честно, как швейцарские часы, сообщают о своих поставках. К моему большому удивлению. Могли бы и не поставлять. Могли бы и не сообщать. Понятно, да? Вот, это раз. Ну, касается американцев, ого-го, сейчас как поставят, и это утверждает сам Арестович, ну, это просто, не знаю, как сказать, ложь, чтобы никого не обидеть. Но это не совсем правда, скажем так. Значит, все, что делает Америку, очень прозрачно, очень понятно, подвержается всеми источниками. И давайте пройдемся очень быстро, я думаю, я не сильно отомлю ваши слушатели циферки, можно их три приведу, чтобы было, ну, хоть чуть-чуть понятно, что происходит. Значит, в марте, 10 марта, американцы выделяют 13.6 миллиардов долларов, из которых 7 на вооружение, и поставляют 7 миллиардов вооружений. Все сходится, дейка в копейка, тютерка в тютерку. Потом, 17 мая, американцы подписывают следующий закон на 40 миллиардов, из которых 16 миллиардов вооружения. И в этом законе сейчас осталось, по этому закону, то есть по этому бюджету, осталось 6.8 миллиардов допоставить. То есть там еще есть деньги. Расходный уровень где-то 2,5 средних миллиардов в месяц. То есть этого им хватит, американцам хватит примерно, ну, то есть 6,5, 2,5 месяца им хватает. И вот в пятницу прошлой недели президент Байден запросил еще 13.7 миллиардов, из которых на вооружение 7,5. Остальное на поддержку бюджета Украины. То есть кэш Украины. Если это считается поставить все-все-все, значит, тогда поставят все-все-все. Но вот это те суммы, в пределах которых президент Байден будет поставлять оружие. И я думаю, вот в этой последней 13.7 миллиардов поставки хватит примерно до конца года. То есть ритм набрали они 2,5 миллиарда в месяц. Плюс-минус, естественно. И в этом темпе у них хватает существующих 6.8 миллиардов на 2,5 месяца. Там подключается, примут этот закон. Благодаря его ноябрюм примут. То есть он еще даже не зарегистрировался как закон, только пока Белый дом его попросил. Предыдущие принимали 2,5 месяца. Хочется верить, что этот примут примерно так же. То есть, глядя, к ноябрю примут еще один закон, в котором будет 7,5 миллиардов. И темпом 2,5 миллиарда в месяц это еще 3 месяца. Так, глядишь, фондов по текущим темпам до января хватает. Такое 2,5 миллиарда в месяц. Это, по сути, ракеты, снаряды и легкое вооружение для поддержания Украины, чтобы она не закончила войну. Никаких наступательных функций, здесь речь не идет. Скажите, а пресловутый ленд-лиз он уже действует или он еще не вступил в силу? И вообще говорили, что если принят ленд-лиз, то Байден не надо никакие поставки согласовывать с Конгрессом, а можно просто делать это напрямую. Что с ленд-лизом? Это очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Я попытаюсь всех разубедить. Ленд-лиз, ты сказал правильно, бывший посол в Украине, это символический закон. И я уже от троих американских чиновников слыхал одну и ту же фразу. Это символический закон. Видимо, эту фразу спустили сверху, потому что они все употребляют именно это словосочетание. То есть, если кто-либо прочитает закон о ленд-лизе, тут начинается путаница. Давайте я всех попытаюсь распутать, если мне это получится. С разницей в одну неделю было принято два очень похожих закона по названию. Только по названию. Один закон назывался закон о суверенитете Украины 22-го года. И это закон о 40 миллиардах, в которых 16 миллиардов вооружений. А второй закон назывался закон о демократии, по-моему, в Украине. Сейчас я проверю. Одну секунду. О защите демократии, да, что-то в этом роде. Да, да, да. О защите демократии в Украине и ленд-лизе того же 22-го года. То есть закон о суверенитете, закон о защите демократии. Они прошли практически мгновенно. Ну, то есть разница в одну неделю. И в одном было 40 миллиардов бюджетных поставок на вооружение, а в втором было сказано, что президент должен упростить методы и системы поставки. Ссылаются, какие законы он должен отменить при поставках оружия. То есть вы, наверное, все знаете, вы сказали, что Америка поставляет оружие всему миру. И есть очень сложный бюрократический процесс, как Америка поставляет оружие. Так вот, закон так называемый закон о ленд-лизе, все, что он говорит, он на полстраницы. То процедура поставки оружия упрощается, и президент за 60 дней должен начитаться о конгрессе об упрощении процедуры поставки оружия в Украину. Ну, и произошло. То есть Украина оружие поставляет сокращением огромного количества бюрократических препятствий, процедур. Это так. Поставляют очень быстро. У меня есть свидетельство того, что есть даже некоторые поставки за 48 часов. То есть 48 назад это было в Америке, в континентальной Америке, и через 48 часов это было в Украине. Поставляют быстро. Ну, я не говорю, что все, а есть некоторые... Да, 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 да. Сейчас, чтобы меня неправильно поняли. Вот, поставляют достаточно быстро. Кроме этого, и о чем очень сильно ворчат республиканцы у нас тут, похерили, если возможно сказать, то есть из процесса механизм отчета о наличии вооружения. Дело в том, что одно из вещей, которое Лилис собственно не запретил, отменил эта отчетность, а куда же делось это оружие. Американцы хотят знать в любой момент времени, куда делось ихнее оружие. То есть если оно нет, его уничтожено, оно перешло на сторону врага и так далее, они хотят ввести полностью инвентарь, чего произошло с тем, что они передали. Это тоже этот закон отменяет, и сейчас они пытаются это вернуть, потому что республиканцы в Конгрессе об этом как бы шумят. Нет оснований, я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то продал пупку американского черного рынка, но, по крайней мере, американцы, республиканцы в Конгрессе Ленд-Лиз сделал, то есть упрощение методов и способов отставки, он сделал. Никаких бюджетных ассигнований, то есть давайте я скажу медленно по буквам, никаких бюджетных ассигнований в этом законе нет. Но, да, я просто помню, что этот Ленд-Лиз, он имел такое колоссальное эмоциональное значение. Я помню конгрессменов, которые аплодировали со слезами на глазах, у них действительно было ощущение, что вот американцы вступают в войну с новым гитлеровским режимом, с новым Гитлером, и вот они все как один встали, проголосовали за этот Ленд-Лиз, и Байден его подписал, и эту ручку подарил Виктория Спарт, то есть это все было на таком эмоциональном подъеме. Я вам расскажу, да, у меня было то же самое, я сидел в своем доме, к этому времени я собрал уже группу добровольцев, мы занимались политическим давлением, политическим лоббированием, с тем, чтобы наше правительство активнее поставляло орудие в Украину, я произнес красивую речь, ну, виртуальную, естественно, через Zoom всем своим сторонникам, сказал, что группа распущена, мы добились своих целей, еще начался Ленд-Лиз, у меня были слезы в глазах, то есть мы считали, все, мы победили. Нет, к сожалению, к моему огромному сожалению, Ленд-Лиз оказался пустой бумажкой, или, как утверждает сегодняшняя американская, сегодняшний Белый дом символическим актом, это не моя цитата, а цитата Белого дома. Да, да, понятно. Сергей, вы считаете, что американцы вот так вот занимаются, по сути говоря, очковтирательством, вот так вот, прямо, публично? Я бы очень попросил вас избегать категорических фраз типа американцев, говорить американцы, говорить американский конгресс, Белый дом, народ, социальные институты. О, вот это хорошо, занимается ли Белый дом очковтирательством? Нет. Он никогда Белый дом слова не произносил вообще. Ему этот закон навязали, он его подписал, Белый дом, больше слова о нем не сказал. То есть, вы не найдете ни в одном открытом источнике ни Байдена, ни непосредственных его подчиненных по этому вопросу, Блинкина, Милый и кого угодно, которые вообще как-либо сказали слово ленд-лис. Он не существует в Холиве, в Лексиконе. А вот вы сказали, что вы собрали добровольцев для того, чтобы лоббировать интересы Украины в Америке. А как вы это делали? Какими методами можно воздействовать на американскую власть? О, прекрасный вопрос. Спасибо, что вы мне задали. Значит, я призываю ваших слушателей, если я могу. Пожалуйста. У которых понятно, что вы израильские граждане, вы, естественно, не голосуете в Америке. Но я думаю, что нет ни одного израильтянина, у которого не было бы родственника или друга в Америке. Ну, трудно такое представить, да? У каждого из вас есть там двоюродный брат, кунс ват, кто угодно, который живет в Соединенных Штатах. Позвоните ему, приедите на нашу веб-сайт, который называется protectukrainenow.org. Хочется верить, что вы повесите это название у себя. И попросите ваших американских друзей заполнить петицию. То есть наше из веб-сайта ушло более, не знаю, десятков тысяч петиций уже. Петиция, это там автоматизирован процесс, человек заходит, вводит свое имя, фамилию, адрес, наш веб-сайт находит его представителей в Конгрессе, в Сенате. И он, либо человек пишет свое письмо, либо выбирает из тех письма, которые мы предлагаем, кто-то ему нравится, нажимает кнопочку send, его письмо уходит. То есть это не петиция, это личное письмо, обращение к своему представителю. Они на это все отвечают. И это то политическое давление, которое нельзя ни в коем случае ослабевать, иначе оружие может оказаться еще меньше. то есть мы с помощью вот этого веб-сайта оказываем политическое давление на наш Сенат и Конгресс, который в конечном итоге оказывает свое политическое давление на президента. Скажите, а американцы нерусскоязычные тоже участвуют в вашем проекте в лоббировании? Проекте, как создание веб-сайта под спор данных и так далее, нет, не существует. Проект полностью русскоязычный, хотя люди живут во всем мире, есть люди из Израиля, есть очень много россиян, которые покинули Россию, честь им и хвала, они помогают нам. Есть много украинцев из Украины, есть много таких, как я, бывших советских граждан, живущих в Америке. Американско-говорящих не существует, но среди подписантов огромное количество, больше половины, ну, судя по фамилиям, мы же видим фамилии, которые отправляются, это не русско-говорящие. Да. Сергей, в 24 августа, в День независимости Украины, когда мы также отмечали полгода с начала войны, у вас на канале вышло видео, которое я посмотрел с большим удовольствием, очень такой глубокий анализ того, как Путин, начиная с 2008 года, превращался в такое вот чудовище, которое мы видим сегодня. И свою роль в этом сыграло попустительство Обамы и других западных лидеров. Вот, если можно, давайте поговорим немного на эту тему, если вы готовы поговорить на эту тему. Пожалуйста. Это, я так понимаю, вы начинаете с последних месяцев правления Буша, то есть, это еще до прихода Обамы началось. То есть, ну, начинать можно с чего угодно, кто-то хочет начинать с Будапештского меморандума, то есть, тут вопрос, где вбить палочку, с чего начинать, но мое понимание, собственно, когда Путин всерьез начал задумываться об аннексации Украины, это где-то вот 17-18 год, то есть, не то, что эти мысли вы не пощущали до этого, но мой анализ, мое ощущение, что где-то с 17-18 году он начал всерьез к этому готовиться, и первая пробивка была, то есть, он делает все очень по-клигибически, то есть, это называется метод ползучей экспансии. Но 17-18 годы это Трамп, это правление Трампа. Я говорил, 7-8. А, 7-8, вот, теперь сходится, теперь сходится. В 7-8 году, то есть, первая пробивка, это была Грузия, посмотреть, что Европа скажет, Европа схавала, потом была Сирия, Сирию сплавали, то есть, Солюсиены приняли, то есть, это самое, промолчали, промолчали, потом было полное уничтожение третьего, самого старого города мира, то есть, мчужина истории Алеппо, то есть, его превратили в Мариуполь, или Мариуполь превратили в Алеппо, как угодно скажите, то есть, город был снесен с лица земли артиллерией полностью, артиллерия, авиация, всем на свете. То есть, разница, что в Алеппо гражданским дали выйти, а Мариуполе не дали. Да. И мир это скушал, ну, тогда, простите, а что мы возмущаемся, если Алеппо разрешили уничтожать, а Мариуполь не разрешили, простите, какая разница, неужели мы верим в расизм, да? Сейчас ходит много у нас здесь в Америке придурков, которые дверяют, видите, Алеппо скушали, а Мариуполь не скушали, значит, все расисты. То есть, типа, чего вы возмущаетесь по поводу Мариуполя, и не возмущались по поводу Алеппо, потому что там... Да, ну, то есть, города примерно одинакового размера, ну, одинаковые, и там, и там гражданские люди также их одинаково уничтожили, почему, собственно, Запад скушал Алеппо и не хочет кушать Мариуполь. А почему Запад скушал? У вас есть какие-то объяснения? Вот, ведь такая тема, как права человека, она, ну, вот, последние десятилетия, все время права человека, военные преступления, Гагский трибунал, почему Запад это скушал? Прекрасный вопрос. Моя версия, опять же, подчеркиваю, я не... моя личная версия, да? Моя версия заключается в том, что в отличие от войны в Украине, то есть я в российскую байденовскую администрацию не верю. Ну, то есть Байден, ну, тяжело обвинить их в расизме, да? Ну, конечно. Прям поможено, а Байдена, наверное, не стоит. Так, поэтому, то, что администрация Обамы или администрация Байдена расисты, я, как бы, ну, в это не поверю, да? А почему же так получилось? Дело в том, что война в Сирии, насколько я ее знаю, там не было войны сил света и сил добра, а кому помогать в Сирии? Или сторону войны в Сирии, которая, ну, участвует, который, ну, партия не в смысле политическая партия, в партии в смысле партия сторон, значит, какую-либо сторону в Сирию, в которой Запад мог бы помогать. То есть некая там демократическая прозападная оппозиция? Там не существует никого, кому Запад мог поставлять оружие. То есть пытались курдам, тоже плохо получилось, турки не любят это. Если поставлять курдам оружие, то есть кому Запад должен бы помогать? То есть там шла страшная война, всех со всеми, там было как минимум пять разных сторон, одна из которых был нами столь нелюбимый ИГИЛ. Правильно говорили ИГИЛ? АСИС или ИГИЛ? Да, 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 ИГИЛ. Исламское государство. Вот, поэтому как бы там помогать было особо некому. Плюс была Россия, которая взялась помогать Башару Асаду, и, в общем-то, как бы Запад немножко растерялся. А что вы хотите, что Запад сделал? Ну, то есть вот реальный вопрос, а что Запад должен был сделать? Да, но, тем не менее... В Украине было то же самое. Украину Запад готов был сдавать, и уже сдал. И все наши CNN, Fox, News, MSNBC, все источники главные трубили. Осталось 72 часа, осталось 48 часов. Я-то помню-то вчера. И выяснилось, что украинцы не сдались. И тут включается обычная для американцев вот машинка. Вспомните, все американские кинофильмы, это борьба маленького, ну, даленького, противосильного и наглого. Давида Голиафа. Давида Голиафа, эта тема, она практически во всех боевиках американских, она превалирует. Соответственно, когда Украина не сложилась, то есть я своим друзьям говорил, вам надо продержаться до понедельника. В понедельник, когда начнется новостной цикл, Америка начнет помогать, потому что был огромный, это самое, то есть борьба сил с тьма, силами света. Все понятно. Люди защищают свою страну от фашистов, которые хотят ее забрать. Тут есть кому помогать. Тут есть понятно, кому мы помогаем. Мы помогаем украинскому государству, у которых есть легитимный, демократически избранный президент. Есть люди, которые героически сражаются. Там все понятно. Да. Вот была такая дама, Сара Пейлин, которая баллотировалась на пост вице-президента США, и накануне выборов, когда победил Обама, она сделала заявление, что если Обама станет президентом США, то Путин захватит Крым. Над ней потешались, из нее сделали полную идиотку, и Нью-Йорк Таймс, и Вашингтон-Пост, что она вообще не понимает даже близко, что такое международная политика, еще смеет делать какие-то суждения. И на самом деле, в общем-то, она была абсолютно права. Потом, правда, перед ней никто не извинился. Но вот почему Обама, почему вот для нее было очевидно, что если Обама победит США, то Путин захватит Крым? Есть более интересный случай, я, кстати, в своем этом коротком, ну, документальном отрывке привожу этот эпизод. Когда-то Обама в 12-м году, то есть два года до войны, сначала войны, до 14-го года, до анициации Крыма, да, дебатирует Смит Ромни. То есть Смит Ромни – это кандидат от республиканцев, Обама – кандидат от демократов, Обама уже президент первого срока. И он высмеивает, просто гротескно высмеивает Ромни за то, что Ромни в каком-то интервью сказал, что главная геополитическая угроза нашего времени – это Путин и путинизм. Так. И Обама, я цитирую, Обама говорит, «Во всем не речится холодная война, вы абсолютно некомпетент, вы не понимаете, что главная угроза современности, которая останется на десятилетие – это ИГИЛ». Мне цитата, это Бурак Абам. ИГИЛ, ИГИЛ, окей. ИГИЛ, да. Главная угроза ИГИЛ, а не Россия. Сейчас об этом очень неудобно вспоминать, но тем не менее это все записано, это все на пленке, это все исторический рекорд, то есть это существует. То есть почему? Хороший вопрос. То, что называется по-английски «series of unfortunate events», то есть серия несчастливых эпизодов. С одной стороны, западная Европа приняла курс на энергозависимость от России. Зачем они приняли, я не знаю, я в Европе не живу, мне это непонятно. Но они это приняли, и соответственно, когда президент Рамп, свойственная ему, словно новой грацией, начал расталкивать европейцев, потому что они перестали зависеть от России в энергетике, и, например, покупали американскую энергетику, это все у нас называлось «президент БАМ, президент Трамп уничтожает наше доброе отношение с НАТО». То есть нельзя было идти на конфронтацию с Россией, не порвав доброе отношение с НАТО. Мы сегодня, кстати, об этом говорили, до того, как вы подключились к нашему эфиру, но у меня другой вопрос. Вот по поводу энергетики. Вот это левацкая повестка, глобальное потепление, борьба с добычей и так далее. Мы видим, что активность таких петрократий, как путинская Россия, она агрессивность, начинает расти, как вместе с ростом цен на нефть, вместе с ростом цен на газ. Что сделал Дональд Трамп первым делом, когда стал президентом, поехал в Саудовскую Аравию, договорился о увеличении добычи нефти, чтобы цены на нефть пошли вниз. Что сделал Байден первым делом? Он начал сокращать добычу нефти, потому что он борется с глобальным потеплением, и, соответственно, цены на нефть пошли вверх, что увеличило агрессивность путинского режима. Может быть, проблема в левой повестке? Ну, смотрите, то есть давайте сначала поговорим про нефть, а потом про левую повестку. Можно? Да, пожалуйста. Значит, многие не понимают, что себестоимость российской нефти, ну, кругом бегом, округляя там цифры, чтобы меня не бросили камень, что я не специалист, тут так на скидку где-то 35-40 долларов за бочку. Соответственно, ну, скажем 40. Соответственно, при цене нефти в 50, там прибыли 10 долларов. При цене нефти 100, там прибыли 60 долларов. То есть если мерять не ценой, а прибылью, ну, потому что себестоимость затраты на добычу, транспортировку, да? То получается разница между 50 и 100 в 6 раз. Так. Не два раза. Так. Это очень принципиальная разница. То есть я в своем кинофильме, кстати, приходите ко мне на мой YouTube-канал, там есть кинофильм, который называется «Путь к войне», где я вешаю этот график, там четко показано, все агрессии Путина, то есть война в Грузии, аннексация Крыма, война в Сирии, Донбасс, это все, когда нефть доходит за 100 долларов и приближается к 110. То есть вот на этой ценовом барьере у Путина очень все хорошо получается, потому что у него огромные доходы, то есть у него очень много денег, и он играется в солдатики. Вот просто берет солдатики, ловя, она и играется. Ему есть на что играться. Когда нефть падает до 55, ему с трудом хватает денег платить пенсии, а он будет платить пенсии, иначе будет социальный взрыв, и ему же не доиграет в солдатики. Какая простая логика. Абсолютно согласен. То есть я подчеркиваю, чтобы меня все услыхали, что дорогие энергоносители, это допинг для диктаторов, не только Путина. Ну и иранский режим тоже самое, тоже самый иранский режим. То есть как только все эти петрократии получают вот этот стероид, этот допинг, они начинают быстренько оживать. Как только нефть падает в цене, ну, они приходят в нормальный тонус и начинают как бы вспоминать, что у них есть народ, который тоже начнет делать. То есть я не думаю, то есть тут есть левацкая или не левацкая аженда, просто как бы во многом то, что Запад закончил, ну, под Западом я для себя понимаю Западную Европу. Понятно, что я живу в Америке, а для меня Западная Европа. Существуют огромные, то есть миллиардные, я подчеркиваю, миллиардные инвестиции в пропаганду, которые вкладывала Россия, с тем, чтобы запропагандировать зеленую энергию. Ну, зеленая энергия, как вот массовый тренд, он возник не случайно, и он раскручивался многие годы и продолжает раскручиваться Кремлем. Так, зачем? Ну, по той же причине. Как только мы говорим зеленая энергия, мы говорим сокращать добычу, как только мы говорим сокращать добычу, цена растет. Окей, окей. Закрытие атомных электростанций в Германии, например? Это туда же, это туда же. То есть это вот антивоенное движение, не антивоенное, а антиядерное движение, это тоже, в общем-то, делалось с подачи России? Не с подачи, но во многом с лоббистских вот этих, ну, гриз, это смазка, то есть с рестеренки этой машинки смазывались российскими деньгами, скажем так. Ну, ну, смотрите. Я, допустим, не то, что я с этим согласен, но я понимаю логику карбонового футпринта, то есть углеводородного, значит, отпечатка. Это понятно, это мне понятно. Но, когда нужно как можно больше ядерных станций, то есть Германия позакрывала ядерные станции, которые были рассчитаны по своей работе до 1936 года, она их позакрывала уже. Никакого карбонового отпечатка это не оставляет. А вместо этого Германия покупает практически половину своих энергоносителей из России, ну, которые, ну, кто сказал, что украина, российская нефть пачкает небо меньше, американская нефть. Ну, да. Тем не менее, они с удовольствием покупают российскую нефть и российский газ, закрывая свои ядерные станции. Они категорически отказали, сколько Трамп на них не давил. Была куча видео, я там прикалываю, сейчас смотрите видео, их там десятки в Ютьюбе, пойдите посмотрите, кто не слышит. Как Трамп там прессует Меркель, а Меркель на него там смотрит у коризненных взглядов, а Трамп кричит ей, зачем же вы покупаете у них нефть, а мы даем вам оружие, и мы вас защищаем от страны, которая на вас будет нападать, но которой вы даете деньги на оружие, с которым она будет на вас нападать. Это Трамп ей кричит. Меркель просто вот в Ютьюбе есть эти все ролики, это же с пресс-конференции все это. А почему Трамп это понимал, а Меркель этого не понимала? Ведь Меркель тоже она не левая. Я не очень хорошо разбираюсь в европейской политике, то есть как бы не мой кусок хлеба, я не хочу как бы это самое. Это может просто такое прекраснодушие европейское. Вы знаете, например, мой очень почитаемый Михаил Веллер считает, что Меркель просто была сотрудницей штази и у КГБ есть на нее досье. Ведет она с точки зрения логики событий очень странно. То есть никакого логичного, то есть если Трамп, никто не обвинил Трампа в высоком интеллекте. То есть все что угодно, но вот сказать, что человек, который просто спиноза, его обвинить в этом нельзя. Он много чего хорошего сделал, но в интеллекте его обвинить никто не может. Так вот, если Трамп это понимал, но не титан мысли ни разу, то как это не мог понимать ни один, если она понимала это, как вы сказали с Аляски, это... Сара Пейлин, да. Сара Пейлин это все понимала, да, тоже еще один интеллектуал, да. Если двое этих интеллектуалов, которые... Ну, они такой среднеинтектуальной нагрузки, не то, что они там Ельские университеты заканчивали, но нет. Вот. Ну, кстати, Трамп что-то заканчивал, но это, по-моему, в одну коллегу. Вот, не в этом дело. Но они это понимали. А как такие рафинированные, вся Европа этого не видела, а теперь вся Европа бегает, как курица без головы носится и говорит о том, что надо принимать душ за три минуты, что у них нет энергетики, что у них будет труба. Ну, по счетам надо платить. То есть, они создали, то есть, они это западная Европа. Миллиардами долларов, которые они прислали, сотни миллиардов долларов, которые они прислали в Россию, они создали эту военную машину фашистского государства и теперь по счетам нужно платить. Последний вопрос, Сергей. Насколько уход США, бегство США из Афганистана стало катализатором для путинской войны? Я думаю, впрямую. Я думаю, последнее окончательное решение об начале войны и смене руководства в Киеве было принято после того, как Путин увидел, что было в Афганистане. Это не мои догадки, это он рассказывал Бернсу, Бернс это сей директор, а Бернс давал интервью в Джорджио Тег, где он об этом рассказывает. То есть Билл Бернс ездил в ноябре, 3 ноября прошлого года, общался по телефону с Путиным, был в Москве, общался с Патрушевым и так далее. Ему рассказали, что война будет, война пройдет за 3 дня, это специальная операция, мы аннексируем Киев, посадим свое правительство, Запад не рыпнется, советую вам не рыпаться, ну под Западом, Западная Европа не рыпится, советую вам не рыпаться, мы сменим правительство, все пройдет без крови, иначе хуже будет. И он в лоб сказал, что мы видим, как это, это слов Бернса, это не мои слова, я цитирую Билл Бернса. Вот, и мы видели, как у вас это получилось в Афганистане, второй Афганистан вам не нужен. Сергей, и самый последний вопрос, все-таки, почему Белый дом не поставляет Украине наступательное оружие? Ведь от этого зависит военное поражение Путина. Почему Белый дом не хочет ускорить военное поражение Путина? Я это бы говорю, но вы не скажете, Белый дом боится эскалации, они в лоб об этом говорят. Так а почему? Почему они боятся эскалации? В этом вопрос. Поставьте себя в президентном месте президента Батина. Вот представим себе, что этот сумасшедший Путин, а Путин делает все, чтобы представить себя таким уличным сумасшедшим, нанесет ядерный удар по какому-то украинскому городу. Из-за ядерной угрозы? Безусловно. Кто в это время сделает табак? Это не по Польше, это не по славянам НАТО, это не по Америке, это по Украине. Киев, у него хода. Ядерный шантаж работает? Ну, как вы видите. Не, ну, я просто, реально, вы президент Батин. У вас Россия нанесла тактический ядерный удар. 10 тысяч погибших, 80 тысяч облученных. Кто Америка будет делать? Ну, у нас это создаст 105-е китайское предупреждение. А что, они будут бомбить Москву в ответ? Отправляемся, отправляемся анализировать. Да, и остаемся, видимо, с этим вопросом, потому что время, наше эфирное, к сожалению, уже завершилось, точнее, завершается. И мы благодарим вас, Сергей, за участие в нашем эфире и будем ждать еще. Я лишь напомню, что с нами на связи был Сергей Любарский, айтек-предприниматель Силиконовой долины и создатель аналитической платформы ProtectUkraineNow.org. Спасибо вам большое, Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok